Приветствую вас, и, вероятно, остается только догадываться, каким образом у вашей дочери оказалась маргусская карта чужая, чтобы ваша, при условии, что еще в школе она могла вытащить без спроса чужие деньги, и с молодым человеком она поссорилась, тоже из-за денег. То есть, такое ощущение, что вы даете ей возможность вести себя определенным образом, то бишь, воровать, в том числе, у вас. А потом сами же ее за это пытаетесь привлечь к ответственности. Ну, как к ответственности? Вероятно, вы устраиваете серьезный разговор, ругаете ее, стараетесь просидеть, она вам что-то обещает, и в итоге все остается по бредам. Знаете, в чем дело, Наталья? Главная проблема, вас забу их, в наличии безответственности. Проблема дочери, выключается еще и в том, что она нуждается в любви. Она пытается, как правильно сказал мой коллега, привлечь к себе внимание. Вот, какой для нее способ привлечь к себе внимание. Но возникает вопрос, а почему человеку необходимо привлечь к себе внимание? И на этот вопрос есть ответ. Обесценивание себя, не принятие в себя ощущения внутренней пустоты, которую человек и заполняет тем, что делает. Метод, крайне скажем, не самый плохой. Мог быть алкоголь, наркотики, что-нибудь еще. Она выбрала воровство, это далеко не самый худший метод. Да, неприятный, да, болезненный, но не самый худший. По крайней мере, не такой вредный и деструктивный для нее. Значит, любовь к себе она не утратила полностью. А значит, когда дело доходит до определенной критической точки, человек может крайне агрессивно защищать свои интересы. Настолько агрессивно, насколько пассивно он не защищал их раньше. С другой стороны, баррикад. Что предпринять? Повысить свою собственную, то бишь вашу Наталья, ответственную. Исключить возможность попадания к вашей дочери денег. Таким образом. Второе. Работать с личными границами. Вашими и дочери. Ну, сначала с вашими. Четко отграничить, где вы и где она. И то, что мой коллега называет жесткой любовью, строится на прививании и приучении человека через негатив, сопротивление, агрессию, борьбу, чувство ответственности за свои поступки. Это может быть все, что угодно. Вплоть до карательных мер за преступление. Но это необходимо, если вы хотите, чтобы ваша дочь научилась жить самостоятельно. Что касается ошибок воспитания, то, в первую очередь, вы не цените себя на Наталье. В первую очередь, вы, на мой взгляд, не уважаете себя. Настолько, насколько это надо быть, чтобы чувствовать себя, ну, в полной мере хорошо и в полной мере полноценно. Вот. Из-за чего и ваша дочь не смогла почувствовать себя таковой. А раз она себя таковой не почувствовала, то вот и все ее действия вытекают отсюда. То есть, дело не в том, какие ошибки воспитания совершили вы тогда, а дело в том, что вы можете сделать сначала, для того, чтобы ваша дочь изменила свое поведение. Сама менять, она его, скорее всего, не хочет. Но вам необходимо привести ее, в том числе и через жесткую любовь, но в том числе и через свой личный пример, хотя бы с необходимости работы со специалистом. с проблемой воровства, с проблемой потребности постоянно в большем, чем она может себе позволить. На этом все, Наталья. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю всего вам самого доброго, удачи и помните, пожалуйста, что начинать нужно с себя. Удачи вам! Я надеюсь, что вы примете верное решение.